Ну что, мои прекрасные, всем большой привет! На связи с вами, как обычно, я, ваша преподавательница по химии Анастасия Майер. И сегодня мы с вами обсудим крайне важную для любого 11-классника тему. Это эмоциональное выгорание при подготовке к ЕГЭ, каковы его причины и как, самое главное, его избежать. Потому что на самом деле это та проблема, с которой сталкивается, ну, наверное, каждый второй, каждый третий 11-классник, который усердно готовится к поступлению в университет. Итак, ну давайте с вами будем потихонечку начинать. Меня зовут Анастасия Майер, как я уже представилась, я уже седьмой год. Готовлю ребят к сдаче ЕГЭ по химии и выпустила за это время 58 стобальников. 663 ребёнка моих сдали на 90+, и более 1400 сдали на 80+. Средний балл моих учеников составляет 89,68. Это средний балл именно учеников годового основного курса и, собственно, тех учеников, которые как минимум 75% домашних делали. Сама я, к слову, тоже сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов дважды в этом и прошлом году. А те сканы моих работ вы можете найти, соответственно, здесь, в моём открытом телеграм-канале великолепном, в который можно перейти по данному QR-коду, либо по ссылочке в описании к этому видео. Не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, потому что они очень полезные, и на самом деле обычно мы с моим коллегой записываем на этот канал ролики именно по химическим темам, то есть те ролики, которые действительно помогут вам очень сильно в подготовке к ЕГЭ по химии. И крайне редко бывают такие ролики, как сегодня, например, про эмоциональное выгорание, но я понимаю, что про это тоже нужно обязательно говорить, поэтому сегодня мы с вами здесь сегодня собрались. Итак, давайте начнём, и начнём мы, пожалуй, с того, что такое эмоциональное выгорание, и знакомо ли вам это состояние. На самом деле мы на эту тему уже говорили в прошлом году с ребятами в моём открытом телеграм-канале. QR-код дала вам на одном из прошлых слайдов, и поэтому я сейчас открою наш этот диалог и буду периодически, соответственно, читать вам то, что они мне писали. Что такое эмоциональное выгорание с позиции вот как раз ребят, с которыми мы общались? Это крайнее истощение, это следствие отсутствия отдыха. Выгорание – это когда тебя покидают всевозможные силы, нахлёстывает волна переживания и ужаса, и пропадает желание к чему-либо, когда ты чувствуешь апатию и когда у тебя нет стимула идти дальше. Вот, собственно, как описали эмоциональное выгорание, ребята, в прошлом году, когда мы общались на эту тему. И действительно, на самом деле, они абсолютно правы, потому что эмоциональное выгорание – это состояние абсолютного истощения. Причём, обратите внимание, не только эмоционального истощения, но и физического. То есть физические ресурсы организма тоже потрачены. И, собственно, если говорить в общих чертах, то эмоциональное выгорание возникает тогда, когда на человека давит постоянно какой-то стрессовый фактор. То есть хронически длительно воздействует какой-то стрессовый фактор на человека, и уже не в силах справляться с ним, он сваливается в эмоциональное выгорание. С точки зрения одиннадцатиклассника это может быть... Какой стрессовый фактор? Это может быть, например, огромное количество сфер ответственности, например, и подготовка к ЕГЭ, и учёба в школе, и там разные работы в одиннадцатом классе проводят, аттестат, да, и, соответственно, это отношение с родителями, и это отношение с друзьями, и всё-таки хобби, какие-то личные интересы никто не отменял. Вот такое огромное количество сфер ответственности. Ответственность, когда она так гипертрофирована, когда её так много, она всегда, конечно, давит очень сильно на человека. Это может быть токсичное окружение, токсичное отношение с родителями, друзьями, учителями и так далее, в принципе, с любыми людьми, которые нас окружают, и многое другое, об этом мы с вами дальше поговорим. То есть, в общем-то, эмоциональное выгорание – это такое, знаете, состояние, когда вот вы так устали, что вы сидите и не можете себя заставить уже что-то делать. Хотя буквально там неделю, две недели назад вы были полны энергии, вы, соответственно, двигались в каком-то своём графике, вы успевали ходить на свои там кружки какие-то и школу посещать, делать домашки, и готовиться к ЕГЭ, у вас всё там распланировано. Казалось бы, да, буквально там неделю-две назад, а сегодня вы уже сидите, и вы не можете заставить себя ничего делать. И у вас прям такие негативные какие-то мысли пошли по поводу того, что ничего не получается, и всё это там не имеет никакого значения. Вот это состояние эмоционального выгорания. То есть, такой крайней степени усталости, когда уже действительно возникает и апатия, и вы прокрастинировать начинаете, и вы себя эмоционально ужасно чувствуете, и часто ощущаете вину за то, что вы ничего не делаете. Вот это эмоциональное выгорание. Если говорить, да, действительно про самоощущение, то, как ребята написали, это когда ничего не хочется делать, когда ты понимаешь, что нужно занять тебя чем-то, но не можешь заставить себя, потому что просто максимально не хочется. Когда хочешь всё изменить, не ходить на учёбу или там на работу, да, и когда чувствуешь апатию и пропадает желание к чему бы то ни было. То есть, на самом деле, такое прям негативное состояние. Собственно, когда это происходит, давайте поговорим с вами о причинах эмоционального выгорания. Причин, на самом деле, можно выделить несколько. Кто-то соберёт это всё в одно единое целое, но я разделю всё-таки на несколько частей. Одна из основных причин эмоционального выгорания, что людей работающих, что людей, которые, соответственно, учатся в 10-11 классе в школе, это трудоголизм. Когда выясняется, что человек трудоголик, обычно это, к огромному сожалению, поощряется нашим социумом. Это поощряется и, то есть, это не считается чем-то пагубным, чем-то плохим, да. Когда мы говорим, вот, это трудоголик, мы не подразумеваем, как правило, негативного какого-то контекста. Вот. Это, на самом деле, очень плохо. Когда возникает трудоголизм? Трудоголизм, ребята, возникает, как правило, у людей, которым по тем или иным причинам нужны какие-то вот постоянные социальные поглаживания. То есть, им нужно постоянно какую-то положительную обратную связь, положительное подкрепление своих действий получать от окружающих людей. Вот такие люди, как правило, часто сваливаются в трудоголизм. Действительно, когда мы, например, проделали большую работу, да, например, сделали по учебе большой проект, какой-то учитель начинает нас хвалить, нам это приятно, и у нас возникает связь между тем, что мы очень-очень много работали, да, и тем, что получили вот эту вот положительную обратную связь, допамин, серотонин и так далее, да. Вот. У нас возникает в мозге между этими двумя событиями непосредственно связь. И наша психика делает следующий вывод, что если мы хотим еще получать вот такую положительную обратную связь, если мы хотим еще допамины, если мы хотим еще кайфануть от этих вот социальных поглаживаний приятных, то нам нужно опять-таки много поработать. И на самом деле здесь с трудоголизмом... С чем ассоциируется слово трудоголизм? У меня это почему-то алкоголизм. То есть это зависимость, да, такая серотонинодопаминовая зависимость. Человек-трудоголик, он очень часто начинает осознавать вот эту связь и работать все больше и больше, не жалея себя, чтобы все больше и больше получать вот этой положительной обратной связи, этого положительного подкрепления и, собственно, вот этих вот приятных поглаживаний от окружающих людей, вот этой похвалы, да. Вот, это так работает трудоголизм. Действительно, так ли там, зависимые люди повышают дозу с течением времени, потому что предыдущая доза уже не доставляет так много удовольствия, так и трудоголики начинают работать все больше и больше, абсолютно не жалея себя, лишь бы получить вот эту вот дозу дофаминчика от других людей, вот. Ну и, естественно, да, итогом этого является выгорание, потому что наш ресурс не вечен, а если мы еще и не имеем какого-то адекватного режима сна, если мы не досыпаем, если мы плохо питаемся, не потребляем достаточное количество там, макро-микроэлементов, нужных нам, рано или поздно наступает выгорание. Наш ресурс не вечен. Следующая причина, которую я могла бы здесь выделить, это, конечно, перфекционизм. Вот это прям, вот это про меня. Это желание сделать все идеально. Перфекционизм ассоциируется у меня еще в голове с так называемым синдромом отличника. Напишите в комментариях, у кого синдром отличника. Посмотрим, сколько нас, как говорится, да? И действительно, вот это вот желание сделать все отлично, оно немножко такое тревожное, потому что у перфекционистов всегда в голове мысль, а что, если я сделаю в этот раз не на отлично, что, если я сделаю не идеально? То есть перфекционизм, на самом деле, это про тревожность такую базовую, если так говорить. И, исходя из этого, он порождает достаточно много стресса, много различных волнений при подготовке к ЕГЭ. Человек, который перфекционист, он в 11 классе. И учиться старается, как прежде, идеально. И историю, и географию, и химию, и физику, и русский язык, и литературу учить. Хотя сдаёт он только химию, биологию, русский. На ЕГЭ. Ну и математику. Этот человек и своих родителей старается так же радовать, как всегда. И на своих друзей находить время, быть хорошим для всех, идеальным. И, в общем-то, действительно, на самого себя, на отдых, на то, чтобы, ну, собственно, восполнить свой ресурс, времени начинает не хватать. И постепенно, собственно, да, действительно, этот стресс переходит в хронический, и начинается эмоциональное выгорание. Очень важно, на самом деле, перфекционистам понимать одну вещь. Сфер жизни много, и на пятёрку вы всё не подтянете. Вот, как говорил мне один очень умный человек, на пятёрку мы, как правило, тянем только одну сферу жизни. Ну, две. Остальные это четыре, три, два. Если мы говорим именно в рамках оценок, да, как школьных. Вот, то есть на пятёрку вы можете какую-то одну сферу тащить, все остальные будут, ну, немножко у вас похуже. И этот факт нужно просто принять. В этом нет ничего такого зазорного, плохого. Мы все живые люди, мы не роботы, мы не можем всё делать всегда механизировано, идеально. Вот и всё. Не можем. Конечно, это очень, на самом деле, длительная работа, что с трудоголизмом, что с перфекционизмом. Очень длительная работа, очень часто, которая приводит к работе со специалистами в том числе. Ну, вот как-то так. На пятёрку всё не потянешь. Приходится в одиннадцатом классе расставлять приоритеты. Это ключевое из того, что я буду сегодня говорить. Расставлять приоритеты. И так как самое главное, что, соответственно, вас интересует на выходе из одиннадцатого класса, это поступление в университет, как правило, то приоритетом должно являться, должна являться подготовка к ЕГЭ. Это моё субъективное мнение. Вы можете приоритет расставить по-другому, но вы должны понимать одну простую вещь. Где фокус, там и результат. Вот на что вы смотрите, чем вы занимаетесь, то в этой сфере вы увидите результат в дальнейшем. Где фокус, там результат. Дальше поехали. Желание всё контролировать. Это тоже про тревожность, конечно же. То есть такое стремление порождает действительно тоже очень много стресса. Точно так же, как и перфекционизм. Вот этот вот синдром контролёра. Когда сфер и задач в одиннадцатом классе становится очень много, контролировать их всех в той же степени, что и раньше уже не получается. И когда у контролёра не получается контролировать, это приводит к жуткой тревоге, это приводит к жуткому хроническому стрессу и рано или поздно к выгоранию. Вот. Ну и, соответственно, да, слишком много сфер, мы сказали. Есть ещё одна причина выгорания. Как правило, она вытекает из предыдущих. Это неструктурированность жизни и это психологическое давление со стороны какого-то токсичного окружения. Со мной могут сейчас не согласиться в комментариях, но вы должны для себя раз и навсегда понять. То токсичными бывают не только ваши сверстники, а люди совершенно любых возрастов. Да, любых возрастов. Токсичными могут быть учителя? Могут. А репетиторы? Могут. А онлайн-преподаватели? Могут. Любой человек может быть токсичным. Даже тот, которого вы считаете своим другом, близким, родным человеком и так далее. Да. Из токсичных отношений нужно выходить. Рано или поздно вы это осознаете. Иногда из них выйти нельзя, когда тебе еще нет 18 лет. Ну или, в общем-то, как-то иногда помогает расставить границы просто с токсичным окружением, чтобы они понимали ту черту, за которую им переходить нельзя. Но это, конечно, очень сложная работа. Вот. Действительно, когда тебе постоянно говорят, у тебя ничего не получится, ты бездарь, да, выше 50 баллов, я тебя на ЕГЭ не жду, да, конечно, такое психологическое давление, если у человека нет какого-то еще прям такого сформированного, серьезного стержня внутри, это рано или поздно приводит к не очень приятным состояниям и может привести в том числе к выгоранию, поспособствовать ему. Как же понять, что у тебя выгорание? То есть, какие симптомы эмоционального выгорания мы можем с вами выделить? Про причины уже сказали. Итак, я все-таки хотела бы почитать, да, что мне тут писали ребята. Что мне тут писали ребята? Вот. Про причины выгорания ребята писали следующее. Неправильное распределение времени, психологическое давление любого рода, большая нагрузка в школе плюс ЕГЭ. У меня это связано с учебой, слишком много от себя отдавала на не особо нужные предметы, теперь уже не могу заставить себя готовиться к экзамену, просто не могу. Занимаешься постоянно тем, что не хочется, то есть перешагиваешь через свои желания, пытаешься сделать все сама и ничего не получается. Из-за окружения слишком много людей вокруг, нужен глоток свежего воздуха. Усталость, чрезмерная нагрузка, тебя не ценят на учебе. Слишком высокая нагрузка, усталость, отказ от любимых дел, культ продуктивности и т.д. и т.п. То, о чем мы с вами говорили, может быть, что-то вам действительно в этом откликается. Если мы говорим с вами, ребят, про симптомы теперь эмоционального выгорания, то их можно, в принципе, разделить на физиологические, то есть которые касаются наипосредственно нашего физического тела, нашего организма, и психологические, эмоциональные, называйте как хотите. Что относится к физиологическим симптомам выгорания? Ну, в принципе, хронический стресс, кортизольчик, да, способствуют постепенному снижению иммунитета. Те, кто периодически впадает в эмоциональное выгорание, могут подтвердить, что очень часто, соответственно, возникают ОРВ-шки всякие, да, казалось бы, ни с того ни с сего, там один из класса заболел. Обостряются всякие хронические истории. Например, если у вас хронический танзелит, да, и вы подвыгорели, вы можете увидеть, что он обострился. Такое часто происходит. Или там герпес выскочил, то есть какая-то, да, инфекция хроническая. Это могут быть проблемы со сном. И причём не только бессонница. Бессонница, когда вы не можете уснуть, или когда вы просыпаетесь по нескольку раз. За ночь это тоже бессонница. Или это может быть сон такой без конца по 12, 13, 14, 15 часов в сутки, и вы при этом не выспаетесь, вы просыпаетесь таким изнемождённым немножко. Это может быть рассеянное внимание, головные боли и так далее. То есть вот это физиологические симптомы выгорания. Что касается психологических симптомов, давайте прочитаем, что нам написали ребята здесь. Что нам здесь написали ребята. Тик-тик-тик-тик-тик. Кстати, вот они, что пишут, да. Про бессонницу в точку. Каждые пять минут встаю, потом не могу сконцентрироваться на уроках. Ну да, в принципе, всё то же самое. Что касается психологических симптомов выгорания. Это максимальное такое вот чувство опустошённости. Когда ты вот что-то из своих рук потерял. То есть это потеря старых смыслов. А значит, если какая-то цель потерялась, смысл потерялся, это потеря мотивации что-то делать. Это ощущение безвыходности ситуации. Ощущение того, что уже ничего нельзя исправить. Ты не можешь себя заставить ничего делать. Ты к тупике. То есть это разные такие негативные убеждения, негативные установки, которые как порочный круг, они только способствуют дальше развитию вот этого выгорания. И, конечно, это склонность, как мы сказали, к апатии и прокрастинации. То есть человек, который находится в состоянии эмоционального выгорания, часто он наблюдает такую картину, что количество дел-то не уменьшилось, а заставить себя их выполнять ты уже не можешь. И очень часто человек себя за это ещё корит. Обвиняет себя за то, что он не может всё это делать. Хотя на самом деле всё это логично, потому что у него тупо нет ресурсов, у него нет сил. То есть он не может физически всё это больше вывести. Как себе помочь, если вы у себя уже распознали состояние эмоционального выгорания? Первое. Ну, это, конечно, такая, знаете, работа в долгосрок. Первое – это надо учиться осознанно замечать все свои состояния, быть, так сказать, в контакте с собой, как бы пресловуто это ни звучало, чувствовать самого себя, свои желания и потребности в моменте. Вот. То есть действительно, действительно это так. Как можно это сделать? Можно, соответственно, в течение дня поставить себе какие-то будильнички, таймеры, да, делать некоторые стоп-точки. Вот у вас прозвенел будильник, и вы спрашиваете самого себя, насколько мне сейчас комфортно вообще, да, в данный момент времени по десятибальной шкале, что я чувствую, и записываете сколько баллов и что вы чувствуете. И потом, соответственно, в конце дня, в конце недели, в конце месяца вы увидите, что у вас там, например, тревога, 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 или, например, у вас наоборот радость, грусть, 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 то есть вы увидите какую-то тенденцию, вот. И это поможет вам всё больше понимать себя, да? Всё больше понимать себя. Не забывайте при этом, пожалуйста, делать, ну, очевидные, скажем так, совершать очевидную самопомощь, то есть спать достаточное количество времени. Вот поверьте мне, сон это просто ключ ко всему. Сон это настолько важная штука, мы её очень часто недоотцениваем. Мы думаем, ну, сейчас вот я ЕГЭ сдам, я высплюсь. Сейчас я сессии университета закрою, я высплюсь. Сейчас я диплом сдам, да, я высплюсь. Сейчас я ординатуру закончу, сейчас я стану кандидатом на УК, я высплюсь. Ну, сейчас я детей выращу, я высплюсь. Но нет, ребята, так не работает. Вы либо высыпаетесь сегодня, либо вы не высыпаетесь. Всё, не существует никаких дальше. Есть сейчас. И сейчас вам нужно выспаться. Особенно это важно в такие действительно серьёзные спринты, как подготовка к ЕГЭ, хотя на самом деле не могу это назвать спринтом. Не то слово, марапун скорее. Да, это очень важно. То есть нужно спать, как хотите. Расставляйте приоритеты, что-то не делайте, но нужно спать. Вот. Должен быть, да, действительно, периодический детокс от социальных сетей, потому что в соцсетях мы часто видим идеализированную, просто до какой-то степени невероятной картинку, где там какая-то женщина или какой-то там паренёк всё успевает во всех сферах жизни. У него всё идеально, он всё контролирует, зарабатывает он там 30 миллионов в день. Мы, когда видим такую картинку, мы не думаем о том, совпадает она с действительностью или нет. Наш мозг это воспринимает как факт. И, в общем-то, очень... Если мы очень много такого контента потребляем, то он начинает часто негативно на нас влиять, потому что мы себя иногда, всё зависит от конкретной личности, начинаем оценивать с той картинкой, которую мы видим. Оценивать, и, соответственно, мы этой картинке проигрываем. Она бывает и неверной в том числе. Вот. Не забывайте про физическую активность, хотя бы минимальную. То есть просто ходить, проветриваться как-то, да. И про хобби и увлечения. Если вы готовитесь к ЕГЭ, это не значит, что нужно забыть про свои интересы. Наоборот, ваши интересы, ваш досуг, ваше время, которое вы проводите с друзьями, с родными, близкими, всё, что вас подкрепляет ресурсом, это очень важно, когда вы готовитесь к ЕГЭ. Потому что ЕГЭ, в принципе, подготовка любая, сжирает ресурс. Вам нужно его восполнить. Вот. Второй очень важный момент, да, связан с тем, что, как мы сказали, в состоянии эмоционального выгорания, на нас воздействует множество разных негативных убеждений, установок. Вот вы должны у себя проследить, о чём вы думаете. Опять же, вот я вам сказала про стоп-точки. Вы можете во время вот этих вот стоп-точек записывать какие-то свои основные мысли, которые возникают. Это может быть. У меня ничего не получится. Я глупый. Я ни на что не способен. И так далее. Вот часто такие мысли, к сожалению, большому возникают у ребят в состоянии эмоционального выгорания. Поэтому нужно учиться отслеживать эти мысли. И нужно их заменить на адекватные. Потому что у меня ничего не получится. Это совершенно неадекватная, тревожная, да, такая немножко депрессивная мысль. Ничего хорошего в ней нет. Она ничего хорошего вам не принесёт в жизни никогда. Такое убеждение относительно самого себя. Нужно себя любить. Нужно себя ценить. Ваша психика, ваше тело делает часто очень много. Вы этого не замечаете. Нужно заменять такие убеждения на адекватные. Учиться их отслеживать. И как только они возникают, нужно вот эту вот свою субличность, да, которая внутри вас живёт и выдаёт вот такие мысли, нужно её немножко заткнуть, да, и заставить тихо посидеть и такое больше не говорить. В общем-то, да. Вот. Соответственно, как я сказала, убрать из своей жизни токсичных людей важно. Ну, это, в принципе, не только, когда эмоционально вы выгорели, честно говоря, да, это в принципе. Убрать из своей жизни токсичных людей или расставить границы. Вот. По расстановке границ очень много разных роликов на Ютубе. Классных, полезных. Главное – практиковаться. Главное – что-то делать. Если вы просто будете смотреть теорию, то есть, например, как смотрите видео, как расставить личные границы, у вас ничего не получится. надо пробовать, надо практиковаться. Как бы это сложно не было, это всё ваше подспорье дальше. То есть, это инвестиция такая в ваше будущее, ваша работа над собой. А ну и, собственно, самое главное лекарство от выгорания – это отдых. Обратите внимание без обвинения себя в том, что вы отдыхаете, без самобичевания. Вот это самое главное лекарство от эмоционального выгорания, действительно. То есть, это истинный отдых. Когда вы не прокрастинируете и говорите, блин, я теряю время, я мог бы уже выучить историю, я мог бы уже посмотреть вебинар, я мог бы уже сделать домашку. Нет, ребят, это не отдых. Когда вы затревожились и начинаете вот так вот скролить какую-то ленту в социальной сети, это тоже, ребят, не отдых. Да, потому что вот какое огромное количество контента через нас проходит, когда мы листаем вот это бесконечное количество роликов, фоток, видео и так далее. Это очень большая нагрузка на мозг. Вот, вам нужно отдохнуть, кайфануть прям. Это может быть какая-то прогулка, это может быть общение с людьми, которые вас как-то наполняют ресурсом, и вы их, соответственно, тоже. Вот, это может быть просто сон, это может быть просто полежать, это может быть сходить на массаж, это может быть сделать там для кого-то растяжку, такую приятненькую, потянуть свои мышцы и так далее. То есть у каждого отдых это своё, но иногда мы за отдых воспринимаем то, что им не является. Так я сказала про скроллинг в соцсети. Поэтому вот самое главное, действительно, лекарство от выгорания это отдых. Вы должны понять, что вот вы сидите, вы себя обвиняете, что вы ничего не делаете, что вы в это время могли бы уже столько дел завершить. Но на самом деле, пока вы не откинете эти мысли и хорошенько не отдохнёте, вы не сможете вернуться к нормальному темпу работы. Вот это прям себе этот тезис вынесите, пожалуйста, отдельно. Вынесите себе его отдельно. Вот, потому что действительно, это самое главное лекарство от выгорания. Поймите, пока хорошо не отдохнёте, не сможете продуктивно делать ровным счётом ничего. Поэтому единственное, как вы можете из этого порочного круга ужасного выйти из эмоционального выгорания отдохнуть хорошо, качественно. Вот, послушайте меня, пожалуйста. Ну и, соответственно, точно такая же профилактика эмоционального выгорания. То есть, как в него, наоборот, не упасть, а очень просто. Нужно не только работать, но и отдыхать, но и спать достаточное количество времени, но и чтобы досуг какой-то был, который вас восполняет ресурсом, а не только жрёт его. Да? То есть, нужно хорошо поработал, хорошо отдохнул, хорошо поработал, хорошо отдохнул. Если вы не будете в таком темпе двигаться, если у вас каждый день по графику не будет хотя бы сколько-то хорошего отдыха, прям, найдите себе список. Вот у меня есть список в заметках, я как человек перфекционист, контролёр, да, мне тоже тяжело даётся отдых. Но у меня есть список вещей, которые меня наполняют ресурсом, да, то есть, действительно, истинного такого отдыха. Много-много разных вариантов. Вот. Каждый день у вас хотя бы сколько-то этого отдыха должно быть, а выходные вы должны вообще практически полностью отдыхать, понимаете, да, выходные для того придуманы, как и каникулы, как и отпуск, для отдыха, и не для чего больше. Выходные не придуманы для того, чтобы вы сейчас сели и все свои задачи закрыли. нет, выходные придуманы для отдыха и никак иначе. Поэтому, да, ребят, вот как-то так. Распланируйте свои дни, недели, месяцы так, чтобы там был отдых каждый день, хотя бы, хотя бы чуть-чуть, хотя бы сколько-то, но чтобы это был хороший отдых. И составьте, если вам сложен себе список с вариантами для этого отдыха, чтобы вы просто заходили, тыкали на тот или иной вариант и выбирали, как вы сегодня будете отдыхать и свой ресурс восполнять. Ну и спите, да, не будете спать, ресурсы никакого не будет, речи тут об этом даже быть не может. Мне очень нравится, знаете, какая фраза? Вот это вот, нравится, это не моя фраза. Быстро это медленно, но постоянно. Очень часто я, как преподаватель, я уже седьмой год преподаю, сталкиваюсь с такими историями, что вот сентябрь, октябрь человек работает в пути лица, он каждый день готовится к ЕГЭ, он делает по, там, я не знаю, сотни, две заданий за два-три дня буквально. У него и химия, и биология, русский, математика, в общем-то, и школу он тащит, и под домом он всё делает, вот прям такой человек. К ноябрю, к декабрю человек заканчивается, ресурс его заканчивается, ему уже очень сложно собраться и продолжать подготовку, и он уже начинает не так хорошо готовиться, он уже подзабивает на какие-то темы, это очень часто важные темы, в марте он сдувается окончательно, в мае он вроде собирается, там, последний рывок, и, в общем-то, оглядываясь назад, он понимает, что большую часть учебного года он провел выгорание. Не повторяйте этих ошибок, отдыхайте, ребят. То есть, не пытайтесь вот этот вот марафон бежать, как спринт, не надо. Марафон это когда ты долго, тихонечко бежишь в одном темпе, дышишь, тихонечко, но ты бежишь долгую, длительную дистанцию, спринт это когда ты бежишь короткую дистанцию но очень быстро. Вот не надо спринта, нужно бежать как марафон, да, вот, как говорится, отдыхайте, позаряжайте свой внутренний аккумулятор, то есть, исполняйте свой ресурс, давайте себе право на комфортный для вас кайфовый темп, да, у каждого свой темп и каждый с чего-то начинает. Начинайте с 5 вторичных баллов, пробники, ну и ладно. Главное, начайте подобрать комфортный для себя темп и найти себе классного наставника. Я в вас, ребята, верю. Ну и хотелось бы тоже очень важный уступ проговорить. Эмоциональное выгорание, об этом уже говорить, конечно, не будем, потому что я вот не специалист, но эмоциональное выгорание иногда является отправной точкой в более серьезные проблемы, например, в различные депрессивные состояния. Это уже не весело, и с этим уже приходится работать с соответствующим специалистом, психотерапевтом или психиатром, да. Вот. В этой работе нет ничего такого, это необходимость в данном случае, и, в общем-то, я про то, что вы себя до такого не доводите. Вы можете готовиться скайпом, на самом деле. Вы можете найти себе преподавателя, которые настолько классны, приятны, кайфовы, интересно будет вам объяснять предмет, что вы скайпом будете готовиться. Вот так, кстати, многие мои ученики пишут, что вот пока к Насте не пришел, я заучивал реакты, как кто-то говорит, коэффициенты заучивал, да. Я не понимал вообще, как это все происходит, я не понимал темы, я их просто учил-учил, по принципу зубрежки. Вот. А при том, я все понял, мне стало интересно, у меня все сложилось в одну картинку, как много-много-много паззлов, да. Я понял, как этот механизм огромный, под названием химия работает, так протекает реакции, что их не нужно учить, именно заучивать, да, что их можно понять. В общем-то, так пишут мои ребята и по ссылочке, там вот внизу я вам оставила ссылку на мой телеграм-канал с отзывами и с баллами моих ребят, вы можете все это посмотреть собственными глазками, почитать, что они вам пишут, если вам эти тезисы откликнутся, то обязательно приходите ко мне и мы с вами в общем-то легко, да, мы с вами, ну ладно, легко, это не всегда слово, которое подходит, хотя некоторые говорят, что было легко. Мы с вами с кайфом, с интересом подготовимся к ЕГЭ по химии. По программе, которая одобрена собственно экспертами ЕГЭ, у нас, у нашей школы есть образовательная лицензия, у нас все очень хорошо, поэтому записывайтесь к нам обязательно, приходите ко мне на занятия и я вас абсолютно полностью от и до доведу до ЕГЭ со всей нужной теорией, с огромным количеством практики авторской и вы кайфанете, вам понравится и вам будет интересно. Поэтому переходите по ссылке в описании в наш телеграм-бот, чтобы узнать подробности нашего курса и записаться на него. Ну и также посмотрите обязательно отзывы и баллы моих ребят по ссылочке, которую я тоже оставила внизу. Всем, ребята, до скорых встреч! Мы с вами увидимся еще в следующих роликах, которые уже, вероятно, будут, как обычно, химические. Всем до скорых встреч, как я уже сказала и всем пока-пока!